От Бориса Борисовича Гребенчакова Выставляется на аукцион Лот номер один Цены на нашем форуме www.20.ru Так вот, я вас поздравляю Вы на практически домашнем концерте На кухне Бориса Борисовича Гребенчакова, который тем не менее Показывает абсолютно новые песни из альбома Зум-зум-зум Как, кстати, и было на домашних концертах Там всегда показывались новые песни А не было такого, когда Я просто тут давеча находился на Довольно дорогой даче На Рублевке Где был ваш скрытый концерт И как раз там собралось Довольно большое количество обеспеченных Мы были, кстати, уникальным примером Первый и последний в мире Концерт на Рублевке Бесплатный Серьезно, я клянусь Когда вы сыграли бесплатный концерт Кто-то должен это сделать Мы не получили ни копейки Нас привезли на лимузине и увезли на лимузине А там играли бесплатно Даже так? Это да Ну потому что было там невероятное количество людей Что вы удивили? А что вы нам говорите? Не, ну посчитали Мы для себя это делали Все-то подумали наоборот Да, Борис Борисович Но там я просто помню Там очень многие кричали И просили старые какие-то песни И как-то вы так долго не сдавались Но потом все-таки Некоторые песни прозвучали Значит, ну если играешь Для людей, которые привыкли к чему-то Совсем их обижать Они же не виноваты, что у них деньги есть Вот для близких друзей Поете, скажем, песни свои Так скажем, аквариум Нет, у меня кто-то из друзей попросит Если попросит, да Но вот желание такового Сесть вот с друзьями И спеть свои песни Наверное, не возникает Ну, поставь себя на мое место Странно, да? Речь идет о песне, которую люди слышали Вот, и когда У меня не хватает наглости Людям два раза втюхивать Одну и ту же песню Они ее уже слышали в записи Конкретно это опасный вопрос Вот из последних освоенных песен Какая сейчас у вас Вот в собственном хит-параде Когда вы поете Не знаю Что в голову приедет, честно говоря Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I wish I could please you tonight But my memory just won't come right I'm walking on a wire I'm walking on a wire And I'm falling Вот так, чтобы не углубляться далеко Что-то такое, типа Это не мне, это я Вичерду Томпсона Что касается журналистов Какие у вас сейчас с ними отношения? Ввиду очень многих вопросов По поводу ваших отношений с Кремлевым И так далее, и так далее, и так далее Не достало все это? Мне пока это очень нравится Потому что у нас В той религии Которая я не помню, как она называется Которая я придерживаюсь Сказано, что Это как раз Помехи И враги И все остальное Что это лучшие учителя Поэтому я глубоко благодарен Всем журналистам Которые, кстати, себя ведут Ровно в четверо тактичнее Чем я думал Мне это интересно Чем больше на меня нападают Тем сильнее я становлюсь То, что нас не убивает Делает нас сильнее Внешне вы не защищаетесь при этом Вы говорите просто Дело в том, что Когда я прав Приходите на однозначные ответы Да, нет, не знаю Такая защита, да? Нет, почему нет Не интересно Я с удовольствием Как раз разъясняю свою позицию Нет, бывают журналисты Которые приходят и говорят Борис Борисович Я слышал, что вы Я лично думаю, что Вы хотели сказать Вот это Да Что еще сказать? Все за меня сказал Вот у нас есть Телеведущий, журналист Опять же с нашего канала Канал ТВЦ Это Илья Колосов Вот, который, наверное Илья, можно тебя пригласить сюда? Ничего, что я на Т У которого есть тоже Какие-то наболевшие вопросы Да Я думаю, что будешь в Свете Ну, а как ты будешь У подножья нашего? Очень хорошо Это поза абсолютно мудрым человеком Привилег сегодня Могу задать вопрос Гребенщикову А она шутится опять, конечно Но вы же уже отработались Отработались, не про Суркову Голубовили уже больше Ничего, я был в четверо тактичный Отшутится Первое Перед нами сидит человек Серьезно говорю Серьезно Я тебя за это благодарил Второе Поскольку я человек из телевизора И веду политические программы Сейчас модно вспоминать Такой Закон Токвиля Плохо это Не тогда, когда плохо А когда ожидал большего Вот этот человек Написавший гениальные песни Как тот, кто влюблен Яблочные дни Спасибо Который писал Двумя строками картины Она открывает окно Под снегом не видно крыши Сейчас мне говорит, что Душа Как только регги А Мою уже Не слышу ничего Вот я сравниваю Немножко по-разному Я думаю Чего меня не цепляет Вот я уже 10 лет Не слушаю аквариум Потому что не цепляет Думаю, наверное Возраст не тот То ли Гребщиков стал старше То ли я Не знаю На самом деле верно и то, и то Я тут понял Сам себе ответил А у него Гребщикова В последние годы Я не вижу любви Не к Богу Наверное, да? К женщине Вопрос Женщина интересует? Белая как выпавший снег Белая как темная ночь Белая как темная ночь Я отдал тебе все, что имел Теперь я черный, как дугочист Без имели, как меч кузнеца Невиданная без приказ Без начала и без конца Бывший здесь прежде всех нас Я искал тебя, не мог понять как Писал тебе, но не было слов Я был с любовью, но я вижу твой знак Мой палец на губе я всегда готов Половина целовинная пасть Половина олеет восток Ты знаешь, сама с меня нечего взять Все, что есть у твоих ног Я приснулся после долгого сна Небритые без имени совсем ничей Моя кровь говорит, что скоро весна Может быть в одну из этих ночей Ты знаешь, сама с меня нечего взять Ну как это делать? Первая песня? Да, вот это первая песня на новом альбоме Вообще замечательно, когда у творца Помимо слов есть песни, которыми он может отвечать На некоторые вопросы, которые возникают у слушателя Как мне кажется Это хорошо, и реакция Бориса Борисовича Мне очень понравилась Так же, как и твой вопрос, Илья Илья, спасибо, тоже большое спасибо Любимая песня Гребня Наверное, с той стороны зеркального стекла Как Индрил Мертвый Мне очень нравилось радио Сайланс И я очень тогда порадовался за него Потому что музыкальный, я считаю, что это самая лучшая вещь Плохая его вообще за всю жизнь Кое-что слышал И некоторые песни мне очень нравятся Мы сделали кавер-версию на песню Одна из любимых моих песен Это он, но он разрешил ее нам вставить в одну Я не знаю, я могу только вспомнить, что мне в свое время Очень понравился альбом Radio Silence По-моему, это был один действительно из таких прорывов российской рок-музыки Ну что, остается не так много времени А-а-а То есть мне по... Не-не-не-не, еще одну песню успеем сыграть, однозначно Вот, давай А вот, кстати, вот еще раз мы задаем этот вопрос многим уже состоявшимся музыкантам, но не закончившим свое творчество Вопрос, что задаем его, давай Кстати, все дают По поводу каких-то старых хитов, которые являются некой ассоциацией с артистами, да? На некоторые песни спрос превышает мое предложение Мне нравится песня Козлодоев Она хорошая песня, она смешная и довольно страшная Вот, но когда все время просят ее в ущерб всему остальному Она, во-первых, у меня возникает естественная панковская реакция А вы это просите? Естественно А второе Надоедает петь одно и то же Это «Город золотой» хорошая песня Вот, да Отличная песня Но за... Колебало То есть были случаи на концерте Кто-то между песнями кричит там Э-э, вот это Там вторую часть третьей симфонии, пожалуйста И вот я понимаю, что человек точно назвал то, что я хотел бы сейчас спеть У меня другая шина программа, все готовы к другому Стоп, сэр, попало Вот это, это гениально Ну, такое бывало Мне больше интересуют панковские выходки Вот сейчас вот Под старость мне нужно чем-то маскировать Эти морщины, пьянство Какие вы здесь панковские выходки? И приходится, значит, все время Я специально по журналу мучил, как нужно пальцы складывать Какой пальцы? Такой вот я хочу Нет, нет, нет Это уже коммерция Это уже наша радио А действительно, какая-нибудь последняя панковская выходка? От души так что? Не по журналу, а вот от души? Если на секунду попытаться определить, что такое панк вообще Это не кожаные куртки с этими Не булавки Не это Это не желание другим давать думать за себя То есть пусть я мудак, но давай я сам подумаю, что мне делать С этой точки зрения я ставлю все больше и больше панков Потому что я очень не хочу, чтобы за меня думали И не собираюсь этого позволять никак Чем больше я в публичном поле зрения Тем больше от меня ожидают следования каким-то стереотипам Которые они хотят, чтобы В которые я вписывался Поэтому тут становишься панком по определению Значит, только нужно быть Иосифом Кобзоном По силе воли Чтобы продолжать делать то, что ты хочешь И не поддаваться Опять же, одна из первых выходок панковских По моему ощущению Это как раз Белийский фестиваль Это, кажется, был скорее конец очень большой фазы На самом деле, то, что мы играли и репетировали когда В Белийском фестивале Мы там показали маленький кусочек У нас планировалась очень красивая программа Такой, в общем-то, в чем-то даже арт-рок А когда мы поняли, что мы в этих условиях Мне Артем сломал гитару лично Тройский? Да Мою электрическую Собранную из кровати там и чего-то еще Вот, мне дали чужую гитару Которую я вообще не знаю, как звучит Иначе у нас вот 40 минут А до этого, два дня до нас Люди играют такую Ирландия-Ольстер Какая нахер Ирландия Движи Какая Ирландия, какой Ольстер Они говорят И это такой советский поп Весь фестиваль Или этнопоп Или что-то еще Но главное, что... Генеш был, по-моему, до того они играли Генеш гениальный был барабанчик Гениальный барабанчик Замечательно играли Только это к руку, как я слышал Это не имеет отношения вообще никакого И даже не лежала в соседнем доме Была откуда-то, где-то в другом месте Вот, и пришлось, понимаешь, за всех рокеров Отдуваться нам А мы даже играть не умели только Но поэтому пришлось дать немножко Дрозда Главный посыл Потому что мне обидно было Потому что Мартин Браун был, Сипа, Рима Все Остальные, ну... Я про маршрут времени не говорю Это как бы друзья Но остальные все были такие чинные Прилизанные, причесанные Все остальное, что... Филармонические Да Рок и филармония Это враги Это не друзья Они не могут быть друзья Рокер может прийти в филармонию Только чтобы там сжечь Было ли вообще Как бы, ну, вот, имитация половых актов Все это вот, как это Подавалось в советской прессе Ну, во-первых Если нам нужен половой акт Имитация нам не нужна Подделками мы не занимаемся Если бы хотели что-то сделать То есть я не говорю Мы это сделаем Нет, вы, честно говоря, даже не думали Я боюсь, что у Конкретный директор Отбелитской филармонии Гайоза Канделаки Который написал донос Большой донос В обком партии Ленинграда Я думаю, что у него сексуальность Было не все до конца в порядке Потому что он увидел В том, что мы делаем сексуальный акт Мы этого не предполагали Он увидел отношения Гомосексуализма Между членами группы Что тоже, в общем, никак не входило Я знаю Я и тазу членов группы Есть все, что угодно Но гомосексуализма там не было Они не умели Они не умели Но он все это увидел Я хочу спросить Зачем он это увидел После этого мы были запрещены Полностью со всех сторон Навсегда Во главе черного списка Благуква Я помучился два с половиной дня И понял, что отныне я свободен Что этому сраному государству Больше ни хипа не должен Все Я стал свободным человеком Отмотал своих Странный вопрос Вот какому ремеслу Музыку нельзя назвать ремеслом Какому ремеслу вы хотели бы еще научиться? Исполнение музыки это ремесло Писание музыки это не ремесло Абсолютно может быть Отстраненное какое-то ремесло Не связанное с музыкой И с творчеством Я одно время очень хотел Научиться огранке Драгоценных камней И даже пытался присмотреться К тому, как это Какие инструменты для этого нужны Потом я понял, что это Мне не светит это очень долго Я мечтаю Я знаю, о чем я мечтаю Научиться Я мечтаю научиться Аранжировке струнных Ну, симфонических инструментов Сколько я не умею писать ноты И одну ноту я никак не могу Отличить на другой Ни с какой стороны То это сложно Поэтому я как бы мысленно Пытаюсь себе представить И никак не могу понять Как это делается Я восхищаюсь композиторами Великим Потому что я не понимаю Как они ухитряются Держать в голове Но я мечтал Мечтал об этом научиться На самом деле Очень сильно И играть на Фортепиано Не умеете? Совсем? Я умею играть песню Imagine Ну, я так боюсь, что это все Еще один парень, по-моему, умел это делать Я думаю, что он это делал Судя по тому, что я слышал по демо Он все-таки говорил Ровно в 10 раз лучше, чем я А по какому поводу Последний раз его всплакнули? Бывает такое интересное? Борис Мамчаков Наверняка Я сегодня слушал Одно наше демо Я клянусь Ты противопечаешь Слеза покатилась Душевно очень Душевно? Но этой песни никто еще не слышал А до этого в кино, наверное, где-нибудь А вот в кино, кстати Какое? Ну, во-первых, финал Килл Билла Он из чиновника Налоговая палата выжмет слезу Не то, что изменяет Лордовый рингс Кокаис Все Пираты Карибского моря Леон Мы, когда едем на гастроли Мы с собой берем фильм Леон Ставим в автобусе и плачем Я предлагаю закончить Да, на этом возвышенном Называется, мы с вами поговорим В другом месте Да Поэтому, если возможно Давайте, старик, Ахазладовик Значит, слова Дорогой, слова забыл Да Ну, подскажем Вот Действительно, давайте сыграем Одну песню И разбежимся Я родился сегодня утром Еще до первого света зари Молчание у меня снаружи Молчание у меня внутри Я клоняюсь к оснущим звездам Клоняюсь к свету луны Но внутри у меня Никому не слышный звук Возникающий изглублены Я родился на севере Чтобы дольше оставался цел У меня нет друзей Чтобы никто не смог сбить прицел Море раступилось передо мной Не выдержав жара огня И все стрелки внутри Зашкаливали При первых проблесках дня Я не могу оторвать глаз от тебя Я родился застёртой памятью Мою родину где-то вдали Я помню, как учился ходить Чтобы не слишком касаться земли Я ушёл в пустыню Где каждый камень помнит твой след Но я не мог бы упустить тебя Как не мог бы не увидеть рассвет Я не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Я не могу оторвать глаз от тебя Я не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Поскольку это ее первое интервью Невзирая на то, что с Борисом Борисовичем она общается давно Но вот первое интервью, которое удачное Спасибо Ты что, можешь под стол? Нет, стола Там есть